Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Любовь Киреева и это программа Управдом. Мы продолжаем вместе с вами рассматривать проблемы и вопросы в сфере ЖКХ. И сегодня мы будем говорить о капитальном ремонте многоквартирных домов и о том, что делать, если в квартире нет отопления. Напомню, направлять вы можете вопросы нам на электронный адрес, его увидите на экране, или заполняя простую форму на портале Белновости. Там есть специальная страница нашего проекта. Управдом – это не только телевизионная передача, но это еще и рубрика в еженедельнике «Наш Белгород». А начнем мы нашу передачу сегодня с вопроса Ирины Шмелевой, проживающей на проспекте Богдана Хмельницкого. Сама лично слышала по Первому каналу, что с 1 января не должно быть никаких повышений тарифов. Однако у нас вырос тариф на капитальный ремонт. Почему? Уважаемая Ирина, дорогие телезрители, мы уже с вами несколько раз говорим о том, как и когда поднимаются тарифы. И я вам в прошлой передаче рассказывала о том, какие повысятся тарифы. И говорила, помните, я вам говорила, что с 1 января тарифы на коммунальные услуги не повысятся. И говорили о тарифах на водоснабжение и водоотведение. Я вам подчеркнула, что тариф на водоснабжение и на водоотведение у нас повысится с декабря месяца. И он у нас повысился с 26 декабря, а не с 1 января. Должна вам, уважаемые телезрители, сказать, что вот тариф, тот, который мы приняли, 25 рублей куб воды стоит или водоотведение, этот тариф принят на полтора года. И он в течение полутора лет не будет ни меняться, ни увеличиваться, ни индексироваться. Это что касается, я вам еще раз напомню, по водоснабжению и водоотведению. Потому что многие из вас не поняли. Получили, наверное, квитанцию, посмотрели, сказали, как же так получилось. Я говорила, что с 1 января не повышается тариф на водоснабжение и водоотведение, а он повысился. Еще раз вам хочу подчеркнуть, что он повысился с декабря месяца, так как и было принято ранее решение. Но не с 1 декабря, а с 26 декабря, уважаемые телезрители. Что касается капитального ремонта. Это минимальный взнос на капитальный ремонт принят постановлением правительства Белгородской области. Напомню, что у нас есть адресная программа проведения комплексного капитального ремонта до 43 года. И тариф ни на копейку не увеличился. Он на 3,04% проиндексировался, даже ниже, чем официальный источник индексации. Поэтому не тариф увеличился, а просто взнос, минимальный взнос на капитальный ремонт был проиндексирован. И он, естественно, увеличился на 30 копеек. Уважаемые телезрители, и чтобы вы правильно понимали, уважаемая Ирина, у нас индексация оплаты на содержание жилья или коммунальные услуги происходит в рамках федерального законодательства. Поэтому ничто здесь, и никто не нарушил законодательство. Все, еще раз подчеркиваю, в рамках законодательства, что касается капитального ремонта, даже ниже уровень инфляции. Всего на 3,04% увеличилось. Минимальный взнос на оплату капитального ремонта. Но хотя должна вам напомнить, вы видите, вот как идет у нас программа. И мы видим, сколько обновилось фасадов, как стали благоустроенные вообще жилища наших собственников. Это очень важно, что в этом году, вот в 2020, будет отремонтирован 41 дом многоквартирный, по комплексной программе, и 13 домов по 318-му постановлению правительства Белгородской области по отдельным конструктивным элементам. Все в рамках закона. И наша Белгородская область дополнительно приняла правительство области постановление, чтобы еще больше ремонтировать домов. То ли это инженерные сети, или это ремонт крови, или фасадов. Вот именно, чтобы улучшить качество жизни наших белгородцев. Павел, проживающий на улице Губкина, 39, задает следующий вопрос. Посмотрел перечень домов, которые будут капитально отремонтированы в этом году. Есть там и наш дом по улице Губкина, 39. Уже известно, какая подрядная организация будет делать ремонт. Уважаемый Павел, большое вам спасибо за то, что вы интересуетесь, следите, как информация размещается на сайте. Должна вам сказать, что тот аукцион открытый, который был объявлен конкурс, на него не были поданы заявки. Поэтому конкурс не состоялся. Сейчас будет объявлен новый аукцион, и кто победит на аукционе, тот и будет вашей подрядной организацией, которая будет выполнять капитальный ремонт кровли вашего дома. Но я должна напомнить всем телезрителям, что мы в ближайшее время будем проводить круглый стол, будем собирать всех многоквартирные дома, всех председателей Совета МКД, уполномоченных для проведения капитального ремонта, которые будут курировать капитальный ремонт, для того, чтобы еще раз обговорить, посмотреть над теми ошибками, которые были в прошлом году, и чтобы вы грамотно подходили к этому вопросу, знали уже, с чего надо начинать, как вам устраивать взаимоотношения с подрядной вашей организацией. Но я уверена, что у нас сегодня подрядные организации уже добросовестные, придут на рынок этих услуг, и мы вместе с вами будем осуществлять общественный контроль проведения капитального ремонта. Светлана Травкина с улицы Королева задает следующий вопрос. Соседка сказала, что есть регламент, который в РЭО обязаны соблюдать. Если у меня есть проблемы с отоплением, сколько по закону я должна ждать решения вопроса? И как правильно действовать? Уважаемая Светлана, дорогие телезрители, действительно, с 1 марта введены изменения в 416-е постановление правительства Российской Федерации, которые регламентируют порядок работы управляющих компаний. Сегодня в каждой управляющей компании должна быть обязательно аварийная диспетчерская служба, которая в течение 5 минут должна принять вашу заявочку, в течение получаса вам ответить, кто придет на вашу заявку, кто ее будет выполнять. Все это фиксируется под аудиозапись, поэтому это очень строго. Если в вашей квартире нет отопления, вы обязаны позвонить, дать заявку управляющей компании в аварийно-диспетчерскую службу. Но подчеркну, что в отдельных управляющих компаниях есть свои аварийно-диспетчерские службы, отдельные управляющие компании заключили договора с нашей городской аварийной службой. Поэтому практически во всех управляющих компаниях сидит диспетчер, аудиозапись есть, поэтому позвоните, дайте заявочку. Ваша заявка будет принята и будет выполнена. Если вдруг по какому-то случаю ваша заявка игнорируется или не выполняется, и вы не получили обратной связи, вы можете, конечно, написать письменное заявление управляющей компании, чтобы ваша заявка была выполнена. Если она дальше не выполняется, вы смело обращайтесь в управление государственного жилищного надзора, который проверит, почему ваша заявка была не выполнена, если будет выявлено, что она не по объективным причинам, управляющая компания будет наказана штрафными санкциями. И я уверена, что ни одна управляющая компания не желает получать штрафных санкций, поэтому они должны работать в интересах собственников МКД. Уважаемые телезрители, ну это, конечно, отопление, и мы с вами честно понимаем, что у нас жесткая вода может где-то быть, закипел по-русски, если сказать, стояк какое-то отопление, но в любом случае максимум дается трое суток для того, чтобы наладить систему отопления в вашей квартире или в вашем доме. Следующий вопрос нам поступил, он коллективный от собственников, проживающих на улице Спортивной, дом 16. Как раз вот немножечко совпадает с вопросом предыдущим. Вместо того, чтобы ремонтировать отопительную систему в доме, номер 16, третий подъезд по улице Спортивной, у специалиста, управляющей компанией «Сервис-20», четвертый сезон, выведен слив горячей воды из отопления в канализацию. В квартире на первом этаже созданы невыносимые условия из-за шума в трубах отопления. Интересно, сколько тысяч кубических метров улетает в канализацию, сколько уходит энергии на подогрев этой воды, и кто за это платит? На многочисленные обращения компания не реагирует. Уважаемые телезрители, но это, конечно, вопрос даже меня поверх в шок, потому что такого не может быть вообще-то по определению, чтобы на протяжении четырех лет стояк отопления работал на слив. Да, справедливости ради я вам могу честно сказать, что иногда бывает, когда не идет стояк, и там на час его, может быть, на два, по разрешению тепловых сетей, согласованно с водоканалом, идет слив, чтобы стояк загреб, но такого быть не может. Готовясь к передаче, я, конечно же, позвонила управляющую компанию, Воробьеву Юрию Николаевичу, вашему директору. Поинтересовалась ситуация. Он говорит, такого быть не может. Я говорю, тогда мы приедем, комиссионно проверим, проверьте сами. Действительно, он мне перезвонил и сказал, что есть проблема. Закипел стояк. На вашем доме, по вашему стояку будут произведены аварийные восстановительные работы управляющей компанией. Они уже запланировали сварочные работы для того, чтобы выявить, где все-таки произошло закипение стояка, вырезать этот стояк для того, чтобы действительно у вас было качественное предоставление этой услуги. А вообще, конечно, если такие случаи где-то бывают, вы, пожалуйста, сообщайте нам, мы будем принимать вместе с администрацией города, вместе с тепловыми сетями, экстренные меры. Такого быть не должно, просто не должно быть, чтобы 4 года вы страдали. Но справедливости ради, заявка ваша принята, и она будет выполнена. Мы за этим будем следить. Следующий вопрос нам задает Екатерина, проживающая на улице Конева. Прочитала в интернете, что с 2020 года в России должно начаться введение новых нормативов отопления. Норматив будет учитывать категорию дома, этажность, год постройки, материалы изготовления дома. Для жителей многоэтажных домов, которые проживают в старых домах, норматив получится выше. Что это за инициатива, и чего от нее ожидать? Уважаемая Ирина, спасибо большое вам за вопрос. Видать, вы интересуетесь вообще-то, что происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве. Нам это очень приятно. Действительно, было постановление правительства Российской Федерации, которое обязало все регионы перейти, так сказать, в соответствии с федеральным законом и выполнить обязательства федерального закона. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что тогда были ухудшены положения собственников, которые проживают в малоэтажных домах. Поэтому 25 декабря 2019 года было принято новое постановление правительства Российской Федерации, 1822 постановление, которое продлило еще на год неведение в действие этого закона. Потому что сейчас наш департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, его специалисты все обсчитывают, просчитывают, чтобы никак не ухудшить положение собственников, проживающих в малоэтажных домах. Поэтому, как только будут подготовлены материалы, я думаю, что, может быть, с практики так показывают, что, может быть, правительство и дальше еще продолжит, потому что, ну, не в пользу, и вы это понимаете, что не в пользу это будут применены стандарты и нормативы для домов малоэтажных. Поэтому дополнительно, как только будет принято что-то в отношении изменений, или, может быть, мы будем уже знать, когда эту программу выполнять, но пока она, я вам хочу сказать, отложена еще на год, до 1 января 2021 года. Уважаемые телезрители, надеюсь, наша программа оказалась для вас полезной. Следующая встреча на телеканале «Белгород-24» состоится 18 февраля. Если у вас есть вопросы, направляйте нам их на электронный адрес, его увидите на экране, или заполняя простую форму на портале «Белновости». Там есть специальная страница нашего проекта. Печатную версию нашей программы читайте в еженедельнике «Наш Белгород». Это была программа «Управдом». Я, Любовь Киреева, благодарю вас за внимание. До встречи в эфире.